любви мы говорим да вот и как мы сегодня в этом мире живем и все-таки влияние атеизма очень сильно повлияло на наше мировоззрение о сексе как таковым и христиане воспринимают часть зачастую секс как это было между прочим как злой умысел в ветхом завете ведет ветки времена то есть во времена католицизм а это даже не думали считалось ну я буду так такие вещи как анонизм это церковный термин был католицизм и учили мы ребятах если ты занимаешься анонизмом извержение спермы значит извержение мозгов если ты много это делаешь ты станешь безумным то есть как бы это пугали так детей моментом такие такие были правила но такие бы ну как бы держаться этих вещей я понимаю что мы пришли в либеральное общество и атеизм нам в этом помог что сегодня все позволительно все испытывайте все при свободной воли и все остальное но я также думаю что вот вы спит каким-то образом ски тормозит на сегодня день больно и увлечение сексуальных домогательствами такими потому что если будет революция которая атеистическая революция которая произошла из меня изменяла людей на ты можете всеволе пресс происходило ты же тогда были другие болезни такие как сифилис да но это более не зависелся да да это не это не это не зависит от от сексуального отношения это больше нечистоты и так далее сифилис и это такое это бытовое куда а вот уже как бы спит да он эта проблема как бы вот чума двадцатого века называют да он каким-то образом смог притормозить безумие которое было в европе в америке свободного поиска любви хиппи с кем хочу тем приду и так далее но это не остановило все-таки людей прогрессе придумали презервативы поэтому сегодня раздатка презервативов даже в школах украинских показывать на то что вы можете делать все только делать это правильно то есть как бы спит не страшен надеть придадите презерватив и это будет ваше спасение на что подталкивает на разврат то есть на бьется на саму систему понятия семьи то что бог изначально досмотрел адам и ева они были только двое и бог им уже дал закон плодитесь и размножайтесь то есть привлечение велико влекло их друг другу они уже имели это чувство плодитесь и размножайтесь но интересно что только после изгнания у них родились дети видно каким-то образом не получилось саду нет 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 а была атмосфера может боялись что бог что на это все смотрит но навряд ли да да вряд но навряд ли потому что когда они не понимали что происходило а потом когда открылись глаза шоу у евы нету то что у адама есть вы такси застеснялись и это как бы толчок толчок по сексуальности влечения и секс я и я считаю это дар от бога мое личное мнение это дар от бога дар вложенный в нас и умение пользоваться этим даром является искусством которое каждый христианин и каждый верующий человек должен правильно использовать свое свое своем понятии это не это не животный инстинкт это не просто вот ударила раз гормоны в голову и пошли искать себе приключения на голову многие люди так действуют потому что не имеет ни жену не и так далее и писание новый завет приход на шаг говорит о том что чтобы во избежание блуда до каждый имеет себе что жену как сказать не у всех получается не всех это возможно я понимаю что молодые люди страдают страдают тем что мы живем в таком мире где за не повернись то можно увидеть в угол и зад если ты сильно этого хочешь ты этого найдешь то есть и и бесплатно и в интернете и на телевидении то есть нам сегодня намного хуже живется чем это жилось старые времена старые времена молодец нужно было специально это усма быть искусственной как давид выходить на специального голоса в особое время на балкон и посматривать то сегодня этого не нужно быть искусственным нужно только если ты ищешь что ты всегда найдешь на себе на голову сегодня входишь в интернет те же сразу без своего предупреждения предлагают посмотреть моменты на до нас на сегодняшний день это легче ну а ну как таким образом регулируется раньше это было вообще сложно ты ходил в интернет тебе посадка это посылалось вам пришло письмо ты открываешь и ссылки саду идут на всевозможные идут уже открытые фотографии у меня были столько проблем вот лет пять-шесть назад это была серьезная проблема потому что ты почту закачиваешь и а хакеры и вы скидывали все по почте не было сайтов таких знаете как сегодня это развивает развита и слава богу что россия принято приняла меры по тем всем вопросам и в основном все остальные сайты у нас работают через третьи страны чтобы через моему америку через канаду через германию там где-то позволить на в россии это непозволительно и на украине тоже эти вещи нет позволить но они про проделываются через третьи четвертые сайты и поэтому сегодня нужно постараться фактически своим разумом пойти реально туда куда ты хочешь пойти это как бы но предлагается на всех российских сайтах везде высвечивается все аж стыдно иногда хочешь посмотреть новость и что-то еще то она высвечивается при каждый раз ты думаешь вот зайдут братья-сестры а ты как будто это вся как идиот это сама тем внизу прыгает там это самая маленькая маленькая иконка маленькая но дебилизм куда знаете ну слава богу мы перестали это вообще внимания но мы живем в реальном мире реальный мир такого что мы если мы хотим увидеть что-то мы это увидим сегодня конечно мы благодарим богу что у нас нет таких уже ужасных реклам которые были пять-десять лет назад да вот это было какой-то ужас ранее был потому что сегодня ничьи люди пытаются думают что они подадут какую-то вещь рекламируя рекламируя например шины монтажные дарим шины до машин показать девочку с большой грудью и с прекрасным телом да как будто как будто ты попадение купишь сына и и санса не придется девушка ну как вы дать это это реально мыло секс и сигареты я вас его даю но сегодня даже вот едешь иногда до шиномонтажа которые ну уже маленькие небольшие не поступить за шиномонтаж реклама девушка сидит на 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 шине с разбитыми ногами из и и и и насос между ног извините за выражение так вот и подумаешь что это может значить написано шиномонтаж смотря на картинку что ты поймешь реклама заводит поэтому мы живем сегодня нас на 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 самом деле намного сложном мире чем мы думаем об этом и поэтому говорим времена последние что будет считать что считалось раньше злом сегодня считается добром поэтому нормально что было неправедностью и неправильными вещами сегодня одобряется самим правительствами людьми свыше людьми в наших семьях и так далее сегодня семьи потеряли стыд помогая в том что дети наши сожительствуют другими детьми и без всяких проблем например одера мы были в филиаде 2000 году когда должно потом компьютерный крашен крах должен был быть мы там были и познакомились с пастырами служителями то была женщина пастырь из литеранской церкви и она нас пригласила пойти как у нас называют отдых семейный отдых дать вот как коблево там где есть горки всякие там как бы типа торт не аттракцион это аквапарк в аквапарк пригласила ну и как бы мы согласились с тем поехали ну как бы мы мы как бы люди верующие мы никогда не представляем что там такое но семейного типа аквапарк ну понятно да все ну без без второго умысла зима холодно все поехали туда мальчики направо девочки налево то есть нормально пошли в раздевалке все как бы без всякой татьяна пошла в одну а мы пришли с пацанами другую заходим этот самый в саму раздевалку и вдруг мои пацаны высаживаются то есть мой ряд пошел с ребятами они маленькие были идут такие не понимал что происходит такое я приходил туда они такие растр с полотенцем как бы они не голые были ну у нас мои дети до сих пор не никогда никогда не видели меня обнаженным то есть как бы это не принято в нашей семье . раз они в трусах и тут зажались так и непонятно я сначала не понял а что происходит там приходят мужчины до взрослые для них это шок что такое что у мужиков там что-то еще есть только больше чем у них это как бы непонятно для них оператора это была штука а потом они приходят туда еще с девочками своими детьми со своими дочерьми смысла в том смысле то есть как бы девочки да ну там где-то 15 до 10 до 12 лет как бы там где папы приходили со своими дочерьми то есть вы а понять понять я и мы 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 в напряге так с мы пацаны мы явно пряги это как бы вы поля так как бы селья я тут я тут как бы получается я перед пацанами даже как бы никогда не был в бане как бы никогда меня голым не видели после я придерживаюсь том моменту где хам неправильно себя вел потом как бы видеть отца обнаженного все цена видели что туда два остальных брата как бы они закрыли свои глаза и покрыли отца они все понимают что это должно быть но не дал как бы но это неправильная вещь ну так так я был научен например мы наши дети не заходят нашу в спальню наши дети только со стуком когда мы пригласим тогда они не врываются нашу нашу спальню с татьяной просто так вот как если у других там свобода и не у меня нет такой свободы я писать я считаю моя личная жизнь это моя личная жизнь при даже при том что 10 детей либо маленькие либо большие нет разницы и мои дети были в шоке от того что там происходило ну ладно мы там пацанам пошли там как бы выгладно дети там закрыли глаза пошли 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 как бы успокоились то поплавали это бы все как бы не в шортах девочки тоже там когда выходишь в бассейн общий ты не мог ну голый там нельзя голым в бассейне понятно как бы семейный то есть но сама сама суть что девочки были со своими папами и в раздевалках и в душевых и так далее это был шок для для них но самый большой шок у нас произошло так там были сауны разные и одна сауна это была там турецкая сауна и вы понимаете что редко кто был в турецкой сауны когда-нибудь это пар просто паровая у нас парная ничего не там притемненная все как бы все как бы но там мы пошли бы я пошел туда с сам конечно пациентам еще плавали и нормально сел все в этом паре все я же без без задних мыслей ну и тут и тут женские голоса я как ты так либо я ошибся я выскакиваю обратно и думаю наверное ошибся к бане я как служитель божий мне было очень очень неприятно я уже это был шок конечно мы вот ушли оттуда мы там собрались и как бы между мной и татьяна вы так пересматривайся игру таня ты в бане было было не спрашивай потому что бы она как бы общее я тоже пошла как бы ну она вышла из душевой обвернулась как бы знать не из плавательного бассейна где-то в купальник и пошла сижу парис расслабилась тут у меня голос мужской до кого-то по-фински вот не так плохо стало и мы едем и спрашиваем у этого пастора женщина как бы это для нас это странно это наша культура наша так было какую-то мы тоже культуру мы так живем и все это не задает вопрос реальный вопрос такой вот скажи так было 20 лет назад он говорит нет а вы тогда ты не говори что это ваша культура его это ваша жизнь вы принимаете это разврат и о чем я говорю это конечно понимаю что это я рассказываю вот самым душу все видели слышали об этом да но не думаю что это будет в эфир но сама суть так как в чем то что мы думаем иногда становится наша культура является не культура а при заимственным этим развратом который подсознательно нам под атеизм подсел понимаете да он под сил нам что свобода и так далее я слышал другие разные истории но явно что это не так почему-то в мусульманских странах до этого нету вы не выйдете этих вещей уже там у них своя галаха и очень строгая галаха момента почему-то это больше развито в экстра в экс христианских странах где мы либеральность в денут нам вот наша покорность властям где наша покорность идти на на уступки каким-то к промиссам и мы нисходительные кита вещам где мы пошли на этот уступки дадут эти все это приводит к этим вещам даже и в иудейской в израиле тоже тот же разврат они тоже идут на уступки такие моменты и все равно эта позиция которая вложила в нас общество с этим же нам вложили отношения к саму сексу что это не пока это увлечение это твоя нужда ты можешь это делать когда ты хочешь с кем хочешь какие такое твое состояние конечно в общем в общем-то либо у нас как бы еще не принято такие моменты как гомосексуальные отношения здесь на украине вы не увидите такие как бы открытости на нет я я она мы знаем что она есть мы знаем что она есть и мы знали что в советское время как бы это было но обществом как таковым таковым не принято это положение они существуют а весь бар и есть такой бы еще тусовки попали что-то развита среди артистов и все остальное как бы так но это не так принято обществу как это может быть других странах как европы америки канады так как бы австралии все становится где вы можете увидеть прямо на улице и все остальное да и она и она да она защищается своим высшим обществом и это гуманизм которая проявляется именно таким образом если например сегодня карается законом извращение малолетних да вот как бы развращение малолетних или же носи насилия да вот изнасиловали мальчика девочка это как бы накарается на законам педофилия да как бы такая такая штука как как на карается законом карака караться законом да и вопрос это грех понимаешь что пока цикла пошта грех и гомосексуализм является тоже грехом но они настолько извращена подошли к этому как как чувствование которое внутри это как бы природное состояние и они защищаются как меньшинства то есть как 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 на уровне расизма как на уровне банка бы сказать цвета кожи и все остальное защищает себя со стороны их несексуальности но это грех вы понимаете насколько это и стало извращено если и это становится доступным на телевидении на рекламах законах позволительности и конечно же это и сегодня говорится в школах сегодня во многих европейских школах с первого второго класса говорят что папа и мама не могут быть только и женщина и мужчина могут быть обе женщины и так далее что гомосексуализм и это это норма жизни что-то нужно использоваться эти как бы это моменты это это ужас который внедряется в сферу следующее поколение вы поймите это опять же мы говорим свобода сексуальных отношений свобода гуманизма и так далее так далее если соответственно наказывается педофилия да то гомосексуализм не наказывается но их задача чтобы показать свою свободу кому детям возьмите рекламы всевозможные возьмите фильмы которые происходят там она прогрессируется этих вещах и она рекламируется и пытается защититься защититься пытается войти на украинский как бы сказать рынок та же самая система если украина хочет быть в евросоюзе им нужно будет принять многие нормы нормы для нашей школы для защиты гомосексуалистов как по работе так социально здоровье и все то что то что мы будем платить за налоги будут идти к ним на обеспечение к нему здоровья а среди них как бы такая они имеют за свою жизнь которая является до 45 лет да вот например на их не жизнь гомосексуалистов они меняют прибит общей ли как бы предмет 500 500 600 партнера за свою жизнь вы можете представить да ого я понимаю что это но это же не рекламируется это не говорится эти все вещи и среди них смертность и повышение повышенный как бы вич это они не рекламируют это они просто говорят что типа на фоне это сало вич а вообще мы как бы это это у нас случайности но на самом деле случайности это у нас на украине больше преобладает вич которая занесена путем наркотических употреблений это на украине а в мировой практике за теперь вич который гомосексуальных отношений да он выходит выше чем через наркотики наркотики опускаются и гомосексуальные отношения или же через половой акт увеличивается и продолжительность гомосексуалистов которые живут 45 лет если возьмете там queen дата за еще они все умерли молодом возрасте и эта проблема но почему я говорю об этом потому что чаще всего христиане реагируют на секс и реагировали в прошлый веках как исчадие ада как а то что ну не ну не нужно что непри и реакцию на самом деле сегодня та же самая среди пятидесятников баптистов адвентистов и больших бы что секс это зло по всему по себе потому что практически она касается нашего тела эрос которая у нас есть да и мы очень часто страдаем наша молодежь страдает идентификациях с кем пойти и что делать понимаем что это внутри каждого молодого человека бармится батмится до развития организма и вопрос анонизма и других вещей мы говорим это 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 проблема самодовлетворение это проблема среди молодежи раньше если молодые люди выходили замуж в раннем возрасте в старые времена это примерно 14 15 лет и все ты уже была была замужем почему чтобы избежать вот этих всех моментов ребята конечно попозже просто них армия была не занимались так далее они понимали что это ответственность их не и они созревали позже сегодня ребята позже так и так и делается созревают и если вы возьмете в советский союз до нормой было выходить в 17 18 лет мы выходили замуж женились не было проблем сегодня весь мир диктует я стану сначала богатым я сначала сделаю себе карьеру я себе сделаю все и потом я женюсь а это значит что я подставлю себя под риск риск того что мне нужно отношение я не могу без этого она внутри меня живет и случайные встречи случайные отношения выбор партнеров и все остальное приводит нас как этим проблемам проблемам которые общество мы живем и хочу говорить о сексе как партнер для христианина для верующего человека секс является партнером для христианина но бесконтрольный секс приводит проблемам большим что вы чувствуете когда мы говорим слово секс что вы переживаете что это слово вам говорит вот скажите мне вот близость потому что ты замужем а вот так вот вообще когда мы говорим о секс и вот когда в фильмах вы там что-нибудь смотрит а сексуально кита ну вот реклама кота еще что приходит чувство какие нет чувство какое чину то есть ну вы думаете что это прекрасная часть или или это чем она она извращена черно как как кто чем страдает да вот такими словами я понимаю что это сложно сейчас говорить об этом но если вы не будем этом говорить то мы больше всего чаще всего научимся это с улицы чаще всего научили если так брать из реально мы каждый из вас в это взял с улицы я сто процентов каждый из вас понимает это дело про это с улицы потому что мы не видим как бы из писания что нам необходимо делать где но мы понимаем что когда мы всеми всеми извержения это далее это не должно быть и то есть вы понимаете четко что анонизм это проблема 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 но что больше как больше какой больше грех гордость или же анонизм а все все весились все это это противно я понимаю это как бы так это в голове к нам святой тот противно но когда ты подрастаешь ты понимаешь это на самом деле гордость намного хуже состояние ну как бы духовно нежели анонизм что я имею ввиду я понимаю что здесь она все пишется гордость человек человек не может избавиться от города или же это большие усилия человек даже не замечает он не замечает что он горд он не замечает что его он то есть это его есть жизнь и жизненная позиция и горделивый человек с ним работать намного сложнее чем с тем человек который признается своих ошибках он понимает что он нарушил заповедь господню нужно было жениться а он не за жениться накрутил себе мультик и как бы низвержение семени и все остальное и вот состояние она его обличает и он идет на покаяние быстрее нежели тот который 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 гордый который не знает что не хочет покаяться своих вопросов поэтому все равно состояние мы чувствуем себя когда мы говорим о сексе или сексуальных отношениях либо чувства которые сексуально нас есть по какой-то причине мы чувствуем себя нечистыми да правда и и об этом говорит писание если произошло низвержение семени вас не бывает оба еще то писать нечист до вечера слышите нечист до вечера пойдет умоет одежду свои все и будет нечист до вечера то есть он понимая покаялся и все нечист до вечера это дает ли право на это как бы этим этой жизни жить так нет просто понимать что это не нужно так делать понятие чего говорю да как избавиться от от гордости пошел пошел а мы 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 омылся и будешь нечист до вечера нет ты спать это немножко другой поворот процесс который тоже развернуть поэтому к эти вещам можно по разному сказать это все равно грех маленький грех или большой грех все равно грех но вопрос как мы к этому подходим как мы к этой части подходим если мы не просто себя осуждаем а чувствуем себя в гнете таком и и знаете вот давление которое мы находимся по причине к брюсесса за молодежь которая есть и сам был молодым как бы есть тоже исповедовался перед пастором служителями от их вещей за меня молились и поймите что мы все проходим этот этот момент да в жизни кто-то уже сказал что этот прошло кто-то по еще настоящим но если мы не будем освобождаться от этого если не будем побеждать тогда это этот грех он нас пожрет у нас уничтожит он превратит наш сексуальное состояние которое мы имеем от бога то есть наше внутреннее творение которое мы имеем мы он превратит на нас в будет а в адскую муку с которой с которой легче уйти в мир и заниматься тем что ты занимаешься нежели следовать за богом потому что осознавание того что она тебя давит гнетет и ты не знаешь что с этим делать и ты поскольку всему ты не можешь открыть свой рот перед богом просто чувствуешь себя но мерзким да вот как бы так вот и как бы грязным не омытым это вот этот давит настолько сильно что позволяет молодым людям трудно разобраться где вот он служит богу где он вот это произошло у него как бог на это реагирует отвернулся лет него бог или нет вернулся от него бог а если продолжается это долгое время бы и не может побороть себя то лучше за богом не следовать лучше уйти да и все и быть мир скиплыша бог от меня отвернулся по той причине это было учение церкви всегда что этим нельзя заниматься либо это запретная часть тогда да и это толкает молодых людей на преступление на преступление которое на сегодняшний день это ужасно это не вне брачные отношения и так далее и приводят людей к тому что он уходит от бога он не не чувствует что бог на него к нему сводится с состраданием он положил это в нас но также он понимает что он хочет помочь в этом помочь и чаще всего мы не можем разобраться с этими вещами она в нас гнетет и библия хочет чтобы мы посмотрели что это добрая часть вот или не имеется ввиду что анонизм тогда или самодовлетворение это является добрая часть а то что вложено в нас может быть контролировано и может быть прощено может быть вы дать нам возможность приблизиться к богу и удерживаться да помните украшение строптива этот фильм до андриана чалентана колол дрова и вот падра это как че как как что делать и вот у вас тоже такой бывают заводы да это что мы с этим делаем он показывал ладони в колокола помните да это ну понятно что когда мы в одиночестве когда мы наедине когда мы ночью и так далее приходит искушение к этим вещам это нужно иметь возможность побороть я хотел бы просто я я не как бы это моя нелюбимая тема говорить понятие да потому что они не хотят другие касаться этой темы считается таинством тайна как это не хочется раскрываться в этих вещах но если мы не будем этим говорить здесь то никто нам не поможет это с а то есть понимаете да никто из вас ну как бы не придет к пастору будет я этим занимаюсь вот так вот это ничего себе тут молился это ты как это возможно знаете один раз вот саша метода справа спрашивал помнишь тогда с его да вы подходили ко мне и вы за пророком говорит разве 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 почему пророки вот это американские вот и иностранцы я только добрая вот быть и вот вот взяли бы обличили бы вот как бы мы бы как бы так вот пришли к этому ну моменту какую-то страху и все остальное так вот бывает в 50 церквях там обличение идет бы страшно пытается измениться я говорю очень просто и потому что они на ненастоящие пороки потому что некоторые вещи я могу знать о тебе сто процентов ну как что можно как-то будет было бы интересно бы чтобы на публичном публике так далее хочет тебя бог обличил и я наберусь хуспы я скажу сын мой перестать заниматься анонизмом было тебе приятно саша остался никуда аж покраснели как бы это саду и ну как бы сама 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 даже слова это аж 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 неприятно да вот как бы игорь как бы тебе было бы приятно бы это было слышать или по-другому сказать сын мой знаю 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 что ты борешься с многими чувствованиями твоими но знаешь что я тебя люблю я тебя я тебе хочу приблизить тебя к себе в выборе путь чистоты и праведности так далее это позитивный да либо наехать но я я могу не быть пророком и сказать какие вы у многих людей есть проблемы ситуации что вот один из 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 ну грехов которые сто процентов у людей есть это сексуальный грех неправильное понимание вещей которые у них происходят хочешь вы хотите меня по-другому думать обо мне так далее я не нужно быть пророком чтобы это сделать но можно стать пророком можно стать пророком только давя на это и скажешь слушайте он пророк открывается своему боку все открыл да я вас я вас умоляю не нужно сегодня быть пророком чтобы это знать что это происходит у людей как у мужчин так и у женщин это проблема как с ней бороться вот у нас первое это нужно осознать внутри себя что это дар божий то есть сексуальные чувства которые у тебя есть это дар божий который внутри тебя лежит для для семейных чистых отношений можно ли иметь секс можно нужно только в браке только в правильных законных отношениях потому что это станет твоим благословением для тебя для твоей жены в этом писании говорит о том что не ты владеешь своим не муж владеет своим телом нужен но жена то есть жена скала хочу я готова то есть я хочу и аду понятно что если физиологические моменты где ты человек устал и все остальное но и также муж не владеет своим телом на жена ребята мы будем реальны нам нужно первое осознание того что секс дан богом для человека для наслаждения так далее потому что есть при в притчах притчах что наслаждайся женою юности твоей правильно вот так так же есть там что ты жена что ты хочешь что-то не там наслаждайся женою юности твоей что-то значит а тупой как бы секс нет абсолютно не любовью ее услождают постоянно его будет поставлять секс 24 часа в сутки вы не сможете это сделать это вы понимаете я и говорю о том что нам нужно принять что наше желание чувствование и влечение оно есть норма не от дьявола от бога данных потому что чаще всего ссылка что-то бесовская и так далее есть извращение которое этих вещей которая не в боге которая основана на гуманисты вот это гуманизме на том атеистической любви которые превращают отношения божьи которые мужа с женою и наслаждение мы постоянно в любви и до на на другие чувства к мужикам к котам к собакам скотоложству и все остальное вы скажете неужели такое есть писание есть писание скотоложства этот это даже не так называются в современном мире зоофилия зоофилия вы еще видели еще до до речки с козой я поэтому поэтому многие мужики называют многие мужики называют женщины вот коза до тёлка и к этому ну корова то есть вот понят да вот почему это самое я я отказываюсь называть вот мою жену любыми именами какими-то животными рыбка то моя все остальное как бы это любимая возлюбленная богом данная у нее имя есть которое дано было ей при рождении которое бог совершенствует знала я и называют татьяна то даже не за танюши не нравится татьяна все никакая там не было мне ни разу не было рыбка ты моя дорогая от и мой котик и тортик дорогой знать это сама да я говорю милая возлюбленная дорогая что-то дорого то есть больше ничего кого нельзя сказать я против таких каких-то таких ну название по причине того что он коза все остальное то есть вы даже тасс тут мы татата идея которая происходит вы поймите что в это описано в писании это мерзость пред богом мерзость пред богом еще раз таза мерзость пред богом но она существует этом мире и это 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 сегодня больше и больше как бы ну как бы проталкивается проталкивается системе наших детей образования и системе вообще общего принятых норм это нельзя так смиряться поэтому секс чувство нормально но когда она не в боге не в писании не в нормах галахи которые мы имеем превращается в извращение и мерзостью пред богом и еще осталось пять минут я вас отпущу понимаете да не не знаю как дальше еще говорить об этих вещах но я хочу говорить что бог сотворил это чувство не дьявол бог даты чувства то что извращено было да понятно бог поставил сказал что так не должно быть оно извращено в этом мире мы должны понять что чувство которое мы имеем они не от дьявола они от бога хорошо понятно да даже то что мы хотим выглядеть хорошо красиво оно от бога нам дано но есть нормы которые бы нас не толкали на на преступление как например давида толкнула на преступление вот такие моменты есть вопросы еще не не вижу как бы нет потом потом я потом не понял не надо если 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 ходить в русские бани по по это сам по толстого то не нужно не нет или это собой бы шутим и есть просто стать есть в детстве как бы ходили переписанные не льва толстого от получих кто там еще алексей толстого у него были мемуары одна один из них назывался баня я вас умоляю на рассылали сестра ну ну да я говорю что я я-то увлека увлек как бы как бы мне попалась под руки я начитался был подростком я говорю честно потому что если вы будем скрывать то что в моей жизни происходило да то знаете это не ну как бы неправильно я буду учить людей что что нужно нельзя делать а буду скрывать то что происходит или происходило у меня в жизни да я говорю что я я вырос семье неверующих семье хотя я и у меня были бабушки там все верующие знал законы божьи читал писание но юноши юношеские похоти не из юношеские похоти да и все равно попадались карты в руки киши доставок бы и журналы и все остальное я киши эти не сохраняются некоторые там в тайну в нычку там сохранили тут попадал как среди подросткова на было попытался был увидел посмотрел выбросил как бы так и и ибо не тоже так что почиталось бы такого кусочками вычитал потом понял что это неправильно то есть не надо развивать свои фантазии все остальное и это проблема то есть я боялся этих вещей но она все пересекается с нами наши жизни и если мы скажем мы мы чистые бы я скажу мы собрем мы все собрем но как с этим бороться что мы хотим с этим сделать мы думаю что поможет нам через этику которые мы проходим вместе с вами хорошо до завтра если вы чувствуете свое призвание к служению еврейскому народу и желаете окунуться в источники писания быт культуру и традиции израиля у вас есть такая возможность мы приглашаем вас пройти двухгодичное стационарное обучение с практическим служением мессианской общине у нас в одессе и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok